С начала 2022 года в районах Хабаровского края, не связанных с единой энергосистемой, планируется ввод выравнивающего тарифа на электроэнергию. Соответствующие изменения в федеральный закон об электроэнергетике были внесены в конце прошлого года по инициативе главы региона Михаила Дегтярева. По словам губернатора края, пониженный до общероссийских значений энерготариф коснется прежде всего юридических лиц, коммерческих компаний и учреждений бюджетной сферы. В Аяномайском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Николаевском, имени Полины Осипенко, имени Лазо, Комсомольском, Хабаровском, Вяземском, Ванинском, Нанайском и Верхнебуринском районах. По выравниванию тарифов на электроэнергию для юридических лиц с 1 января, это у нас коснется потребителей, в том числе и бюджетных организаций, и мы будем на этом экономить наши школы, больницы и другие учреждения. Реализацию нововведений в тарифообразовании Михаил Дегтярев поручил взять на особый контроль заместителю председателя правительства края по инфраструктуре Роману Мирошину. По словам Романа Мирошина, в настоящее время регион полностью готов к использованию законодательства. Уполномоченным органом определено Министерство ЖКХ, которое уже разработало порядок компенсации возмещения доходов гарантирующим поставщикам. Вместе с тем Михаил Дегтярев пояснил, величина нового тарифа будет напрямую зависеть от объема денежных средств, выделенных региону на эти цели. Край ждет принятие такого распоряжения на федеральном уровне до конца декабря. Напомним, сегодня величина энерготарифа, действующего на территориях с децентрализованной схемой, варьируется от 8,21 руб. за кВт в час до 97,17 руб. за кВт в час. Размер базовой ставки составляет 5,5 руб. за кВт в час.